Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим замечательные ребрышки, все как вы любите, в духовке, ароматные, нежные, в приятном соусе. И начнем мы с подготовления гарнира. На гарнир я хочу приготовить хрустящую картошку, и для того, чтобы она получилась запеченная, но очень приятная, хрустящая, но мягкая внутри, есть определенный лайфхак. Все, что нам нужно, это подварить вначале картофель, перед тем, как его запекать. Поэтому берем картошку, у меня с тонкой шкуркой, и нарезаем ее на доль, как для картофеля по-деревенски. Ну или можете нарезать, как вам больше нравится. Наша задача сейчас не сварить картофель, а именно ошпарить его горячей водой. Сильно в подробности вдаваться не буду, но тот крахмал, который успеет подвариться на поверхности картофеля, и даст нам ту самую ароматную хрустящую корочку картошки, которую мы так ценим в картофеле по-деревенски. И поскольку мы планируем картофель запекать, то в магазине, покупая картошку, лучше отдать предпочтение тем сортам, которые подходят именно для запекания. Воду сразу можно немного подсолить. Отправляем картофель. Картофель нужно повариться буквально 5-7 минут. После этого сливаем воду и отставляем его в сторону. За это время можем пока снять пленку с наших ребрышек. Вот такая вот у меня лента. Центральные ребрышки. Аккуратненькие и хорошие косточки. И здесь все достаточно стандартно. Ножом поддеваем пленку при помощи салфетки снимаем ее с ребрышек. Вот такая вот замечательная лента. Для того, чтобы наши ребрышки красиво раскрывались во время запекания, сделаем небольшие надрезы с двух сторон. Совсем не глубокие между костей. И точно так же с обратной стороны. А тем временем наш картофель подварился и мы можем сливать воду. Теперь наша задача перед основным запеканием это посолить и поперчить наши ребрышки. Поэтому берем крупный перец, соль и покрываем с каждой стороны. На этом этапе, конечно, можно добавить и других специй, по вашему желанию. Например, кориандр или что-то другое. Но у нас еще будет основная глазировка, соус. Поэтому здесь сильно усложнять вкус не стоит. Теперь берем наши ребрышки и перевязываем их. Делаем из них такую красивую, эффектную корону, которая при подаче будет шикарно смотреться. Вот таким образом. Берем ребрышки, тонкий край заворачиваем вовнутрь. Вкладываем широким. Берем обычную бечевку. И перевязываем, чтобы во время запекания у нас ничего никуда не убегало. И точно так же поступаем с другими ребрышками. Закрываем ребрышки фольгой так, чтобы они во время первого запекания не сильно пересохли. И отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на час-час двадцать. Для того, чтобы они хорошенько растомились и стали мягкими. А мы в это время пока займемся приготовлением нашей глазури и подготовкой картофеля. Что касается приготовления глазури, здесь у нас будет базовый рецепт. Базовый, потому что это практически кетчуп. Кетчуп раньше готовили из чего? Из яблочного пюре. Наверное, кто-то знал. До того, как в Европу пришли томаты, кетчупы, ну соусы, которыми их называли, готовились из яблочного пюре с добавлением других пряностей. Получались очень вкусные и ароматные соусы. Но по внешнему виду они, мягко сказать, не очень аппетитные. Потому что яблоко во время термической обработки приобретал некрасивый коричневый цвет. И все изменилось, когда появились томаты в Европе. Их начали вначале по чуть-чуть добавлять для того, чтобы цвет был красивый. А потом поняли, что в принципе можно яблочное пюре заменить полностью. Но тем не менее, такие соусы на основе яблочного пюре получаются очень вкусными, ароматными и отлично сочетаются с мясом. Поэтому отбираем у ребенка детское пюре и выдавливаем его в сотейник. Детям не нужно, надо мужчинам питаться, да? Нам понадобится 200 грамм, 150-200 яблочного пюре. Согласитесь, не самый аппетитный цвет для финального соуса, поэтому добавляем к нему перетертые томаты. Такое же количество, как и яблочного пюре. Сюда же добавляем соевый соус. И мед, чтобы сбалансировать кислоту томатов. Для того, чтобы соус по итогу получился глянцевым и блестящим, одному меду недостаточно, отправляем туда 20 грамм сливочного масла. Половинку сока от одного лимона. Немного свежемолотого перца. И обязательным и очень важным ингредиентом является корица и гвоздика. Многие их не любят, но попробуйте добавить буквально пару бутончиков гвоздики и корицу на кончике ножа, и получится тот самый настоящий барбекюшный аромат и вкус. Нужно совсем чуть-чуть корицы. И буквально три бутончика гвоздики. И на среднем огне, постоянно нагревая, перемешиваем до однородности. Конечно, любители попекать не могут добавить туда пару зубчиков чеснока, но и без этого этот соус получается очень вкусным. Самое главное, что его можно приготовить впрок, перелить в чистую банку, убрать в холодильник или в пластиковый контейнер и убрать в морозилку. И когда вы в следующий раз захотите приготовить такие ребрышки, вы просто достанете его из морозилки и сократите себе процесс приготовления на полчаса как минимум. Обязательно помешивайте, чтобы к дну ничего не пригорало. За счет того, что в составе натурального яблочного пюре содержится достаточно большое количество пектинов, соус будет достаточно активно густеть. Поэтому вы можете проконтролировать его густоту в зависимости от ваших предпочтений. Хотите чуть погоще, после закипания покипятите его минут 5-7. Хотите чуть пожиже оставить, как закипело, можно снимать с огня. В любом случае соус получается красивый, яркий, глянцевый и ароматный. Соус поварился у меня 5 минут, посмотрите, какой замечательный. Он уже густой, но когда он остынет, он станет еще гуще. Закрываю его крышкой. Выключаю огонь и оставляю дожидаться наших ребрышек, пока можно замариновать картошку. Брызну ее ароматным нерафинированным маслом. Немного перца. Копченую паприку. И еще немного соли. И все хорошо перемешать. Нам остается дождаться готовности ребрышек. И когда мы будем смазывать их глазурью, мы вместе с ними отправим запекаться и наш картофель. Ну что, друзья, полтора часа прошло. Давайте посмотрим на наши ребрышки. Они отлично растомились. Теперь самое время покрыть их нашей глазурью соусом. И отправить запекаться вместе с картофелем. Запекаться им в таком состоянии примерно 30 минут при 190 градусах. За это время их еще пару раз можно будет смазать соусом. Удобнее всего это делать кисточкой. И вокруг равномерно распределяем картофель. Ну а нам остается только ждать, периодически смазывая ребрышки нашей глазурью. Ну разве это не красота, друзья мои? Аппетитные румяные ребрышки и вкусная, ароматная, хрустящая картошка. А остатки соуса можно подать как натуральный кетчуп к нашему коронному блюду. По-моему, отличное праздничное блюдо. Я думаю, таких ребрышек с картошкой хватит спокойно на 6-8 человек. То есть на стол поставить такое вообще отличное решение. Давайте скорее пробовать. Возьмем наш хрустящий картофель. Обязательно не бойтесь, добавляйте гвоздику и корицу. Запах просто потрясающий. Никакие фастфудовские картошки рядом не стояли. Давайте пробовать ребра. Ребрышки растомились, получились очень нежными, а выглядят так, как будто бы их коптили где-нибудь на гриле или на мангале, чем не замена шашлыка на праздничный стол. Потрясающее мясо отходит от кости. Это очень вкусно. Даже два или три маха рукой. Друзья, спасибо за вашу поддержку. Буду рад, если вам это видео понравилось. Вы нажмете ему лайк, оставите комментарий и поделитесь этим рецептом со своими друзьями в ваших социальных сетях. Тем самым вы очень поможете нашему каналу в развитии. С вами был Тихон. Я продолжаю есть. С вами до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok